Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Жития святых во свете Библии, открытым оком. Вопрос 1969. Почему дело проповеди не поставлено на первое место? Многим ли было понятно, что без проповеди нет жизни? Ответ. К великому сожалению и всеобщей беде это было понятно очень и очень немногим. Римлянам 10, 14, 17. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Даже прямо православная церковь. Считай по одной букве. Как слышать без проповедующего? А тут кто благословил проповедовать у всех? Кто благословил, ты не имеешь права говорить. То есть они не только не проповедуют, не знают, но они и другим мешают. Привыкли жить во тьме, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. У Максима Горького. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Итак, вера от слышания. А слышание от слова Божия. Не от басен. Разные концепции, слова какие-то выискивают. Трансцендентальный там язык сломаешь. Иоанн Златоуст, 13 ноября. По прошествии двух лет, истомленный многотрудными подвигами и страдая от холода, Иоанн заболел, так что не мог уже заботиться о себе. Поэтому он выжимал покинуть пустыню и возвратиться в Антиохию. Сие случилось по Божьему смотрению и промышлению о церкви, дабы таковой светильник не был сокрыт в пустыне. Как бы под спудом насветил всем. Но если об Иоанне говорить о Златоусте, но другие-то под спудом же были-то. Если нужно какого-то оправдать, сразу находятся правильные слова. Совершенно противоположное делают. Сто тысяч монахов одновременно оправдывают, а они углубились в себя. Там ничего нечего смотреть и следовать себя. Там ничего нет, там тьма и разруха. Господь попустил Иоанну впасть в недух, выводя его таким путем к пребыванию, от пребывания со зверями, к сожительству с людьми, дабы он был полезен не только для себя, но и для других, но и к другим применить это. В своей проповеди святой Иоанн Златоустый часто говорил изустно, чему весьма удивлялись все жители Антиохии, восхваляя блаженного, так как до сего времени никто не проповедовал Слово Божие без книги или без тетради. Первым таким проповедником был среди них Иоанн. Его поучения были исполнены такой силой, что все слушавшие не могли вдоволь насладиться ими. Вот почему многие скорописцы записывали на хартиях проповедь Иоанна и переписывая, передавали их другим. Его поучения читали за трапезами на площадях, и слушатели поучались изустно словам его, как в псалтыре. Иоанн был таким сладкоглаголевым оратором и любезным для всех учителем, что в городе не было ни одного, кто не желал бы слушать его бесед. И когда узнавали, что Иоанн желает беседовать, все с радостью стекались в церковь. Городские правители и судьи оставляли свои занятия, купцы свою торговлю, ремесленники свои дела, и поспешно шли слушать учения Иоанна, заботясь о том, чтобы не пропустить ни одного слова, исходящего из уст его. Все считали за великую потерю, когда не удавалось им услышать сладких речей Иоанна. Вот почему им и присвоили различные похвальные наименования. Одни звали его Божий и Христовый уста, другие сладкоглаголевым, а третьи медоточивым. Случалось, что Блаженный, в особенности в начале своего пресвитерства, говорил проповеди, которые по своему содержанию были не всегда понятны для слушателей малообразованных. Одна же некая женщина, слушая и не понимая сказанного, возвысила голос среди народа и сказала Иоанну, «Духовный учитель, а лучше назову Иоанн Златоустый, колодец святого твоего учения глубок, а верви, веревки ума нашего коротки и не могут достичь глубины его». Тогда многие из народа сказали, «Сам Бог устами женщины дал сие наименование Иоанну, пусть же он с этим всего временного называется Златоустый». Он посылал из числа своих клириков опытных боязненных мужей утверждать православие проповеди Слова Божия, истреблять нечестие и ересь, и направлять заблудших на путь спасения». Дмитрий Ростовский, 21 сентября «До конца 16-го столетия в России редко проповеди сказывались из устно. Большей частью считались переводные по учению святых отцов или жития святых. Вместе с тем образовалась особенная должность проповедников, которые отправляли при соборах, монастырях и братствах духовные лица, получившие образование». Луки Лиан, 3 июня «После долгой беседы святой Климент сердечно просился с ними, благословил и отпустил их с миром. А они же пошли все вместе и проповедовали Христа сначала во всей Италии. «Как описать, сколько тысяч народов в короткое время обратили они ко Христу, возвещая всем слово спасения? И настолько поспешивала им сила Божия, что, смотревши на них, думали, что взирают на небесных граждан. Ибо знамениями и чудесами сияли они посреди всех, просвещая души избранных Божиих». Антоний Патриарх Константинопольский, 12 февраля «Между прочим, будучи его младенцем, он внимательно присматривался к тому, как совершать проскомидию, как держать кадила, как вообще отправлять в храме божественную литургию. Так благодать Божия подготавляла преподобного еще с младенческих лет его к совершенному богослужению». «Это житие до современных попов», я пишу. Аполлинарий, 23 июля. «Святой же сказал о себе, что он христианин, родом из Антиохии, ученик апостольский. Дело же его исключительно состоит в проповедании Иисуса Христа, Сына Бога Живого, сотворившего небо и земли и море, и все, что на них и в них. Не того ли проповедующих Христа, который несколько лет назад тому назывался Сыном Божьим и был убит жидами?» спросил Мессалин. Ифтихий на 4 августа. «Услыхав о благовестии имени Христова, он оставил своих родителей и друзей и пришел к возлюбленному ученику и апостолу Иоанну Богослову, всюду следуя за ним и подражая его житию. Святой Ифтихий получался от него премудрости божественной и почерпал от него, как от источника, благодать Божию. При исполнившейся ревности апостольской, святой Ифтихий мужественно искоренял обольщение бесовское. Встретив святого апостола Павла, Ифтихий стал его спутником и много потрудился вместе с ним, проповедуя Евангелие, и мужественно перенося все заключения. Посему и цель святой Ифтихий считается учеником того и другого, евангелиста Иоанна и Богослова и святого апостола Павла. Этот Ифтихий сопричислен также к числу меньших апостолов, именуется апостолом, хотя и не обретается в числе 70 апостолов. Почтен же он наименованием апостола, потому что потрудился со старейшими апостолами, благовестуя имя Господа нашего Иисуса Христа, а также и потому, что сими старейшими апостолами был поставлен епископа для служения слову проповеди и приношения жертвы, и, наконец, потому что с проповеди имени Христова прошел многие страны, и притом не только вместе с прочими апостолами, но и один. Впрочем, он проповедовал Евангелие не один, так как всегда имел свое спутникам ангела Божия, который укреплял его и предсказывал ему обо всем имевшем с ним случиться. Вопрос 1970-й. Говорят, что мирянам нельзя проповедовать в храме. А были ли случаи, опровергающие этот нелепый и вредный обычай? Ответ. В Каримской церкви все могли проповедовать, кто был членом церкви, братом во Христе. 1 Коринфия 14.30-33. Если же другому из сидящих будет откровение, то первое молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушаем пророкам. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Но если не так, значит, это не святые, не церкви Божии. Если у нас и, значит, мы или не церковь, или не святые, согласно ремарке апостола и старца. Александр, патриарх, 12 декабря. Святой Александр, впоследствии, когда управлял уже Иерусалимскую церковью, по уважению и дружбе к Оригену, позволил ему говорить по учению в своем присутствии в церкви Иерусалимской. Из-за этого позволение Мерянину поучать в церкви присутствие епископа подвергся осуждению Дмитрия, епископа Александрийского, врага Оригенова. Но святой Александр указал ему, например, другие церкви. После он даже рукоположил Оригенов при свитера, через что опять повозгорелся спор между ним и Дмитрием. Вопрос 1971. Вы говорите проповеди на столько раз уже слышанное в храме раньше, и каждый раз находитесь что-то новое, связанное именно с сегодняшней обстановкой, применительно конкретно к нам. Откуда это берете? Где о том считали или как? Это мне вопросы задают. Ответ. Меня не раз об этом спрашивают многократно и тут же забывают, не подражают. Во-первых, я очень и очень люблю моего Христа. Мне приятно было бы ответить на тот вопрос Иисуса, какой он трижды задавал Петру после своего воскресения. Иоанн 21, 15. Когда же они обедали? Иисус говорит Симону Петру. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси агнцев моих. Любишь ли ты меня, Игнатий? Ответить, что больше, чем другие, я не смог. Но если бы этот вопрос был по отношению Слова Божия, любишь ли Слово Божие больше, чем другие, то я твердо и доказательно ответил бы, за всю жизнь мне еще никто не встретился, кто бы так любил Библию, столько времени проводил бы над нею и так активно и всюду пользовался ею, как я. И в этом не гордость, а радость и истина. Примеры сказать даже и не нужно. Возьмите мои неуклюжие стихи. Даже не стихи это, а проповедь в стихах. Все они по 9 четырехстрочных куплетов, то есть по 36 строк. И напротив каждой строки указана книга Библии, глава и стих. Откуда почерпнута эта мысль? Для того, чтобы только открыть указанные места и прочесть, даже не вдавая связь строчки моего стиха библейским стихом, уже уйдет не менее 15 минут. Но чтобы написать это, чтобы войти в дух и поток Библии, чтобы строчки одна за другой были увязаны, но уже в другом порядке. И в связи с сегодняшним днем, это как возьмешь на себя, если тебе не дано. Если вы не согласны со сказанным, тогда найдите еще где-то такие стихи, хотя бы за последние 2000 лет во всей мировой поэзии, чтобы против каждой строчки была указана библейская книга, глава и стих. Ну, найдите. И пришлите мне посмотреть на них. Есть стихи Григория на реке Отсии, монаха армянского, но там редко слова из Библии, без указания, откуда они взяты. Здесь же абсолютно точно дается указание. Иногда напротив одной строчки стоит до четырех мест писания, чтобы прочитать, нужно время. Но чтобы указать эти места Библии, на это нужно минимум в несколько раз больше времени. Даже зная, где это место, мне нужно найти его и самому прочитать. Не доказал ли я вам свою любовь к Библии? Тогда поживите со мной рядом или прочтите серию из семи книг, пока открытым оком. В каждом томе 752 страницы. По 3000 выдержек из Библии. Тысячи! Не сотни. Это ни о чем не говорит? Может быть, это тоже на каждом шагу встречается. У отца Григория Дзиченко много ссылок на писание, но это не стихи. Это не мое, а дар моего великого Бога, Бога истинного, Его вечное и неизменное слово Библия. Занимаюсь ею более 40 лет. Сейчас, говорю, уже 51 год. Ежедневно, где бы ни был, даже в тюрьме, в лагере, в больнице, в степи, когда пасу скотину, в лесу, на работе, в путешествии. И не потому считаю, что что-то не знаю, но всегда жду от моего Господа слово его. Это не буковки по бумаге, а его слово. Я читаю, и как бы голос его слышу на моем родном языке, на великорусском. И каждый раз молюсь до чтения, во время чтения, и после чтения благодарю. И потом постоянно размышляю о прочитанном, сравниваясь с соборными правилами, с трудами святых отцов. Мне Бог дал возможность одновременно думать по разным каналам, если можно так сказать. Если человек с трудным вопросом, тут я весь без остатка выкладываюсь. Множество местописаний выстраиваются в моей памяти мгновенно, выбегают из глав и стихов и кричат, меня возьми, меня возьми. Я раньше его родился. Я лучше, и точнее, более открыто скажу. Это стихи, как бы мне кричат. Библия мне друг. Библия это мой Псалом 118. Где в 176 стихах 185 раз говорится о том, как нужно любить Библию. Я не кабинетный работник, а практик. Проповедям готовлюсь очень тщательно. Но не пишу их, а обдумываю события. Горе какое-то или мысленно прохожу многократно по всей Библии, ища подходящего, что уже было там похожее. Но ни одной проповеди заранее написанной среди сотен произнесенных ною проповедей у меня нет. Мне нужно событие. И что вы меня толкнули? Смотри, вот беда. Погляди, вот неясно кому-то что-то. Все темы вышибались из меня чем-то, каким-то событием. Наши люди стали ходить к католикам, и некоторые смутьяны даже вначале склонились к ним. Тут же из меня полыхнули две темы человекоубийство и ложь Ватикана и гордость папства. Некоторые стали отвергаться от наставничества, мгновенно вышел материал отцы и дети. Точно так же пишутся и стихи. Они выбиты из меня, они не от ничего дела нет, а от пустоты, какая образуется где-то от неведения, от тьмы, которая кого-то окутала. И мой разум, мой талант, пусть и махоньки, тут же спешат им на помощь. Кто-то со своими магистерскими, профессорскими, кандидатскими мог бы лучше и более грамотно ответить, но вот здесь их нет. А этим людям нужен, пусть и не столь изысканно приготовленный хлеб, но зато без вредных примесей и биодобавок, от которых незаметно происходят гормональные изменения и вкушающий нечистый хлеб дадут хилое или мертво рожденное дитя. Я говорю о духовном. Я даю всегда чистое словесное молоко. Проповеди почти все были мной сказаны как бы спонтанно. Иногда только прочтут в храме апостольское чтение и тут же у меня как вспышка. Вот это нужно высветить, осветить. Или после евангельского слова или даже по одной строчке псалтыри выводится на всю Библию. Обязательно с увязкой к сегодняшним бедным вопросам. Псалом 118, 98. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Вопрос 1972. Почему даже архиереи перестали проповедовать, и когда им про это напомнишь, они в ответ само богослужение и есть проповедь. Всегда ли так мили себя пастыри и архипастыри? Ответ. Если пастырь не проповедует, то его ждет великое горе, и он есть убийца кровавый. 2 Тимопея 4, 2. Проповедуй слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 1 Коринфян 9, 16. Ибо если я благовествую, то не с чем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя и горе мне, если не благовествую. Деяния 20, 26, 27. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чистя от крови всех, ибо не упускал возвещать вам всего любожию. Василий Великий 1 января. Одним из важнейших его занятий в это время было проповедование Слова Божия. Часто он проповедовал не только каждодневно, но и по два раза в день, утром и вечером. Иногда после проповеди в одной церкви он приходил проповедовать в другой. В своих поучениях Василий живо и убедительно для ума и сердца раскрывал красоту добродетелей христианских и обличал гнусность пороков, предлагал побуждение стремиться к первым, удаляться последних и всем указывал пути к достижению совершенства, так как сам был опытный подвижник. Самые толкования его направлены прежде всего к духовному назиданию его слушателей. Дмитрий Ростовский 21 сентября вступив в управление ростовской митрополией святитель Дмитрий нашел в ней великие нестроения. В то же время он старался искоренять в людях всякого звания злые нравы, зависть, неправду и другие пороки. Особенно огорчало святитель духовенство своим невежеством и пренебрежением к проповеданию Слова Божия. «Увы, окаянному времени нашему», говорил святой Дмитрий в одном из своих поучений, что отнюдь пренебрежено то сеяние. Весьма оставлено Слово Божие и не знаю, кого сначала исправлять требуется, сеть или землю, иерей или сердца человеческие или обоих вместе. Вкупе непотребно стали и нет творящих добро, нет ни одного. Сеятель не сеет, а земля не приемлет. Иереи не брегут, а люди заблуждаются. Иереи не учат, а люди невежествуют. Иерея Слово Божие не проповедует, а люди не слушают и слушать не хотят. У многих из духовных лиц святитель не находил даже доброго нравственного воспитания. Напротив, с горестью приходилось ему замечать, что отцы семейц были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними. И что еще удивительно, продолжает святой Дмитрий, что иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. Еще узнал, что иерейские сыны приходят ставиться на места отцов своих, которых, когда спрашиваем, давно ли причащались, многие поистине говорят, что и не помнят, когда причащались. О, окаянные иереи, не родящие о своем доме, как смогут заботиться о святой церкви домашних своих ко святому причащению неприводящие. Как смогут приводить прихожан, когда они пекутся о спасении душ тех, которые с ними в их доме. Еще более святитель исполнился благочестивой ревностью, еще сильнее стал он скорбеть, когда узнал, что некоторые священники, забыв страх Божий, не воздают должного почитания причистым животворящим тайнам Христовым. В одном из своих поучений иереем святитель повествует о таком событии. Случилось нам в январе 1702 года ехать в город Ярославль. На пути вошел я в одну сельскую церковь. Совершив обычное моление, я хотел воздать достойную честь и поклонение причистым Христовым тайнам. И спросил тамошнего священника, где животворящие Христовы тайны? Священник, как будто не понимая моих слов, стоял в недоумении и молчал. Тогда я снова спросил, где тело Христова? Священник не понял этого вопроса. Один же из опытных иерей, меня сопровождавший, спросил, где запас? А, запас! Тогда священник вынул из-за угла сосуд, взяло гнусный, и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню, на которой ангелы взирают со страхом-то. И возболезновал я о том сердцем весьма, говорит святитель, что в таковом непочитании хранится тело Христова, и что чести причистым тайнам подобающие не знают. Удивися всем небо и земля, и земли ужаснитесь в концы. Святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатков. В первом послании святитель отечественно увещевал пастыри оставить свое злонравие, запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чад, исчиславиться своим званием и положением духовного отца, умолял, чтобы они как можно чаще поучали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности, стремясь совершенно искоренить недостатки среди духовенства. Святой Дмитрий сознавал, что наиболее действительным средством для сего служит доброе учение и воспитание. святитель написал после сего сочинения об образе Божии и подобии в человеке и разослал его по своей епархии. А царь Петр повелел как можно чаще печатать это сочинение. Он хорошо знал, что не только в Малой, но и Великой России редко у кого есть славянская Библия. Ее могли приобрести только люди богатые, бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы, какую доставляют чтение сей богодухновенной книги. Многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования. В этом большим препятствием было для него совершенно расстроено его здоровье. Святитель Дмитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пасте с красноречивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания Слова Божия. Проповедуемые истинны христианства, изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей своей простотою беседы отца с детьми, учителя с учениками. Если бы возможно было отыскать и собрать въедино все поучения этого российского златоуста, их должно бы оказаться великое множество, но, к величайшему сожалению, весьма многие его поучения утрачены. Вопрос 1973. Сегодня в православной церкви женщины-прихожанки практически никакой активной роли не играют, не считая уборщиц в храме и торговок. В деле проповеди они совершенно отсутствуют. Как было дело по житьям святых в прошлые времена? Ответ. В апостольские дни жены были прямым отражением своих мужей-проповедников, и никто не искал от них бисер и девства, и никто не пытался надеть на них хомут невест Христовых, потому что их жизнь была равноангельная, так как монахов еще не изобрели, и они не начали еще массовую кастрацию людей и разводить с женами и с мужьями. Деяние 18.26. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Женам запрещено быть учителем в церкви только. 1 Коринфян 14.34.35. Жены в ваших церквах да молчат, ибо не позволено им говорить о быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, спрашивают дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Андроник, апостол, 17 мая, святой Андроник был епископом Панонии, однако он не был проповедником и учителем только одного какого-либо города или одной какой-либо страны, но он учил по всей вселенной. Он путешествовал по разным странам и всюду проповедуя имя Христово и скореняя обольщение Бесовское. Помощница во всех его проповедящих трудах была преславная Иуния, а Андроник вместе с Иунией умер для мира ради Христа, дабы многих привести к познанию Бога истинного. Знаешь, что считающие эти строки монахи будут злиться, спирепа поносить меня, но что из того? Вы же этим как раз и доказываете, что вы чужды обетований Христовых, что вы не дети его. Кто его дети, те слушают голос своего пастыря и идут за ним. Он ведет их в мир, а не из мира. Умереть для мира ради Христа? Разве это значит уйти из мира в нору, или в дупло, или на болото, в лес, или на остров сбежать? Вот Андроник идет с женой Иунии по всему миру. Это не монах Аскет, не Кастрат, не Евнух, но настоящий мужчина. И он умер для мира ради Христа. Помощницей во всех его проповеднических трудах была преславная Иуния. Вопрос 1974. Приходилось ли наблюдать по отдельным житиям, что если проповедь настоящая, есть обращение настоящее, но потом вдруг врывается непонятное средневековое научение, и человек совершенно зарывается, хоронит себя в тайном месте. Ну и как это объяснить? Ответ жития Пелагея именно такое. Она обратилась, покаялась, но дальше научения не было. Сработал общий редук. Она слышала еще в миру, что лучше всего замаливать грех в суровой обстановке, совершить некий подвиг у милостивления Бога, и тогда, и только тогда ты можешь иметь надежду на прощение. это абсолютное заблуждение, на чем и базировалось, и в чем сгнивает все монашество всех тысячелетий. Это отвержение от благодати, это ветхозаветний дух старобрячества всех мастей, стояниями, суровостью, ярым оком, пробиться через дебри греха, но своими силами. Иеремея 14,14 И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное имя моим. Я не посылал их, не давал им повеления, и не говорил им, а не возвещает вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего. Иеремея 23,21 Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Римлянам 10,24 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, а они не покорились праведности Божией. Это все до одного монаха такие. Достаточно воззови ко мне, я услышу тебя, говорит Господь. Достаточно сказать, Господи, помилуй искренне один раз, и ты уже спасен. Пелагея, 9 октября. Когда восемь епископов собрались в церковь святого мученика Юлиана, то пожелали слышать от Нонна поучение и сели все при дверях церковных. Но он, епископ, точно стал из уст поучать на пользу и на спасение слушавшим. Все благоговейно внимали святому учению его. В то время одна женщина, язычница, известная в осее антиохии, блудница, проходила мимо дверей церковных с великой гордостью, одетая в многоценные одежды, украшенная золотом, дорогими каменями и жемчугом, окруженная множеством девиц и юношей в красивых одеждах с золотыми ожерельями. Она была так прекрасна лицом, что созерцанием ее красоты не могли довольно насытиться светские женщины. Проходя мимо нас, она наполнила весь воздух ароматным благовонием. Увидев ее идущую столь бесстыдную, с непокрытой жеными плечами, епископы закрыли глаза и тихо вздыхая отвернулись как от великого греха. А епископ блаженный Нон пристально и долго смотрел на нее, пока не скрылась она из глаз. И потом, обратившись к епископам, сказал, «Разве не понравилась вам красота той женщины?» А они не отвечали. Нон с плачем склонил голову свою и омочил слезами своими не только платок, бывший у него в руках, но и грудь. Вздыхая глубины сердца, он снова спросил епископов, «Разве не ускладились видом красоты ее?» А они молчали. Но он сказал, «Поистине многому я научился от нее, ибо женщину сию поставит Господь на страшном своем суде и ею осудит нас». Как вы думаете, сколько времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь разными способами, украшая себя и осматривая зеркало, всю свою мысль и попеченье, полагая в том, чтобы красивее всех явиться в очах временных своих поклонников. А мы, имея жениха бессмертного на небесах, на кого ангелы взирать желают, не заботимся об украшении окаянной души нашей оскверненной, обнаженной и исполненной срама, не стараемся мыть ее слезами покаяния и одеть красотой добродетелей, дабы явилась она благоугодной передачами Божьими и не была посрамлена и отвержена во время брака Агнца. Окончив такое норовоучение блаженный он взял меня грешного своего диакона и мы пошли в келью, которая была нам дана при той же церкви святого Юлиана. Войдя в опочевальню свой, епископ мой поверг столицом на землю и плач и говорил Господи Иисусе Христе прости меня грешного и недостойного. Заботы всей женщины об украшении тела превзошли все попечения моей об окаянной душе моей. Та женщина, чтобы угодить кленным своим поклонникам, украшая себя, столько показало старания, а я не стараюсь быть угодным тебе, Богу моему, но пребываю в лености и небрежности. Каким лицом возрю на тебя, какими словами оправдаюсь перед тобою, горе мне грешному, предстоя перед святым алтарем твоим, не приношу я тебе той душевной красоты, кое ты от меня ищешь. Та женщина в суете своей обещалась угождать смертным людям, являясь им в столь благолетном виде и делая то, что обещала, а я обещался угождать тебе, Богу моему и солгал по лености моей. Я наг, ибо не сохранил повелений твоих, не на дела мои надеюсь, но на милосердие твое, и от него уповаю получить спасение. Так долго с рыданиями взывал святой Нон. Молился он и о той женщине, говоря, Господи, не погуби создание рук твоих, да не прибудет вот такая красота в разврате, во власти бесов, но обрати ее к себе, да славится мне имя твое счастное, ибо для тебя все возможно. По окончании святой службы архипископ Антиохийский предложил блаженному Нону преподать по учению народу. Нон отверг свои уста и учил людей силой и премудрости Божией в нем обитавшей. Слова его не отличались изысканной мудростью мира сего, но были просты, вразумительны для всех и действенны, ибо Дух Святой говорил его устами. Он говорил о страшном суде и о будущем воздаянии праведным и грешным. Все присутствовавшие так умилялись словами его, что орошали слезами землю. Посмотрению милосердного Бога привелось всей блуднице, о коем мы повествуем, и которая прежде никогда не бывала в церкви и не вспоминала о грехах своих, мимоходом зайти в то самое время в церковь. Услыхав поучение святого Нонна, она пришла в страх Божий, помышляя о грехах своих и слыша поучения святого Нонна о вечной за них муке. Она стала приходить в отчаяние, изливала потоки слез из отчей своих и в сокрушении сердечном не могла остановить своего плаща. Он же, собрав в себе семь других епископов, повелела ей войти. Явившись перед собором святых епископов, она с плащем поверглась на землю и припала к ногам святого Нонна восклицая. Умоляю тебя, господин мой, будь подражательным учителем твоего Господа Иисуса Христа, яви мне благодать твою и сделай меня христианкой. Я море грехов, господин мой и бездны беззаконий, а мой же меня крещением. Все собравшиеся епископы и клерики, видя блудницу, пришедшую с таким покаянием и верою, проливали слезы. Блаженный едва мог заставить ее подняться от ног его. Блаженный Нонн сказал прочим епископам, будем трапезовать, братья, и возрадуемся с ангелами Божиими о том, что нашли потерянную овцу, вкусим пищу с елеем и вином ради духовного утешения. Когда все пришли и стали трапезовать вместе с новокрещенную, бес начал вопить во всеуслышание с человеческим голосом, рыдая, говорил он, горе, горе, что терплю я от этого болтливого винопийца, о злой старик, недовольно было для тебя тридцати тысяч сарацин, коих ты покрестил, похитив их у меня, недовольно ли тебе было и Элиополя, который ты у меня отнял и привел к твоему богу, а он был некогда моим, и все живущие в нем мне поклонялись, а теперь и последнюю мою надежду ты отнял, что же мне делать, старец, упрямый обманщик, не могу выносить твоих уловок, да, будет проклят день, в который ты родился, злой старик, потоки слез твоих пролились на мое жилище и сделали его пустым, так плача вопил дьявол перед дверями покоя, где мы были, и все там находившиеся слышали голос его, и снова обратившись к крещеный бес сказал, что ты делаешь со мной, госпожа Пелагея, ты подражаешь Иуде, он почтенный апостольской славой и честью передал Господа своего, а ты тоже сделала со мною, тогда епископ повелел рабе Божией Пелагея оградить себя крестным знамением, она сотворив крестное знамение креста Христова на лице своем, сказала дьяволу, да, отгонит тебя Иисус Христос, избавляющий меня от тебя, когда она сказала себе, дьявол тот сейчас исчез, тогда блаженная Пелагея, призвав святого епископа Нонна, все отдала в руки его, говоря, вот, богатство коими, обогатил меня сатана, передаю его в святые руки твои и делай с ними, что хочешь, мне же дозволи искать сокровищ Господа и моего Иисуса Христа. Блаженный епископ Нонн, призвав эконома церковного, отдал ему в присутствие всех переданное ему Пелагея сокровище и сказал ему, заклинаю тебя именем святой и нераздельной троицы, не вносить ничего из сети золота, из всего золота, ни в дом епископский, ни в церковь Божий, ни в свой дом, ни в дом кого-либо из клириков, но раздай все сие своим руками сиротам, убогим и немощным, дабы то, что собрано злом, было израсходовано на добро, и богатство греховное стало бы богатством правды. Если же нарушишь сию клятву, анафема добудет тому дому, дому твоему, и учиствуя с теми, которые восклицали, возьми, возьми, распни его. Раба Божия Пелагея ничего не оставила из своего имущества, даже на пропитание себе, но питалась за счет романа, диаконисы, ибо поклялась ни с чем не воспользоваться от богатства греховного. Восьмой день, когда надлежало ей по обычаю новокрещенных снять белые одежды, полученные по крещении, день был воскресный, Пелагея, встав весьма рано, сняла белые одежды, в которые была одета при крещении, и облачилась во властяницу. Взяв ветхую одежду блаженного Нонна, она тайно от всех удалилась из Антиохии, и с того времени никто не знал, где она находилась. Переоделась, переменила себя, и на себе, упопреки канонов, во лжи просидела и сгинула. А дальше мощная, навеки благоухания писателя житий. И вот новый пример, как загубить талант, как зарыть самого человека, и потом прославлять это заблуждение. Ни одной женщины, ни одного грешника Христос не запечатал, не замуровал, а сказал даже истеленному бесноватому, Лука 8,39, возвратись в дом твой, и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Я дерзнул силою открыть оконце и увидел, что Пелагей лежит на земле мертвым. Ужаснулся я, и весьма горько мне стало, что не сподобился я получить последнего его благословения. Затворив оконце, я отправился в Иерусалим и возвестил живущим там святым отцам, что Ава Пелагий, Евнух, приставился, и точно прошла по всему Иерусалиму весть, что святой Пелагий, духоносный инок, скончался во Господе. На погребение счастного тела его сошлись иноки из всех окрестных монастырей, все жители Иерусалима и бесчисленное множество людей из Иерихона и с той стороны Иордана. Разломав оконце кельи, сделали вход достаточный для одного человека. Вошедшие через сделанное таким образом отверстие, благогривенные мужи вынесли счастное тело. Пришел и патриарх Иерусалимский со множеством иных отцов, когда по обряду начали умощать тело ароматами, то увидели, что почивший подвижник был по природе женщиной. Дивного святых Божия воззвали тогда присутствовавшие со слезами. Слава тебе, ибо имеешь ты на земле сокровенных святых, не только мужей, но и жен. Тайну Пелагеи хотели было утаить от народа, но не могли. Ибо Богу угодно было не сокрыть, но объявить и прославить рабу свою. И собралось великое множество народа, стеклись со свящами и кадилами, со псалмами и песнопениями церковными, и, взяв честное и святое тело Пелагеи, с подобающей честью внесли в ту же келью, где подвязалась она, и там погребли. Иуда, апостол, 19 июня. Апостол Иуда, подобно другим братьям Господа по плоти, понес многие благовестнические труды, распространяя Евангелие Христово. Вскоре же, после вознесения Господа Иисуса Христа на небо, апостол Иуда, как и все вообще апостолы Христовы, отправился на проповедь Евангелия. По свидетельству церковной историка Никифора, божественный Иуда проповедовал Евангелие и распространял христианство сначала в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, потом в Аравии, Сирии и Месопотамии. Наконец, пришел в город Идессу, преднадлежавшей царю Авгарю, где еще раньше его проповедовал Евангелие другой Фаддей, один из семидесяти апостолов. Здесь апостол Иуда докончил и исправил то, что не было окончено тем Фаддеем. Есть известие, что святой апостол Иуда проповедовал христианство и в Персии, откуда и написал на греческом языке свое соборное послание. Побуждением или поводом к написанию этого послания послужило то обстоятельство, что в общество верующих вкрались нечестивые люди, которые обращали благодать Божию в случае к беззаконию и под видом свободы христианской дозволяли себе всякие мерзкие дела. Это краткое послание заключает в себе много глубоких мыслей и назидательного учения. Карп 13 октября Карп был поставлен епископом и проповедовал слово Божие жителям Фиатиры. Попила же, которого Карп почтил степенью диакона, обнаруживал ревность согласно своему званию в подобных же трудах. Посему к всем святым мужам стало стекаться великое множество народа, который, слушая с усердием их учения, обращался в христианство, повелел возложить на шеи их железные цепи и водить их ногами по городу. Так доблестные подвижники, достойные высокой чести, были водимы по улицам с бесчестием, достойные неисчастливых похвал, были осмеиваемы и подвергались поруганиям. Это вот сколько еще нужно будет просчитать, чтобы показать по этой теме. Это нужно будет тогда отдельно просто взять и в новую тему включить. Богу нашему славу! славу! Субтитры создавал DimaTorzok